Доехали мы до остановки парк Солнечный остров, вот это центральный вход, нас встречает вот такая вот стела, схема освобождения города Краснодара, и от остановочки идем немножко вниз, и сейчас выйдем ко входу в парк Солнечный остров. Вот такая у нас зелень, сейчас у нас середина октября, в принципе так прохладненько ветерок, вот мы подошли к мосту, это и есть парк Солнечный остров, вот это вот ТЭЦ, Старая Кубань, здесь, вон там перевернутый дом у нас, В общем, там вот идет сброс ТЭЦ, теплой воды, тут теплая Кубань, тут она даже зимой теплая, вокруг постройка, там какая-то церковь видна. Прошли мы через мост, начинается уже развлекуха, медведи танцуют, прокат велосипедов, сцена, кафешки, в общем, Вот такой вот тут вид, перевернутый дом, есть вот такие детские развлекушки для совсем маленьких детей, карусельки и так далее, выбор богатый, кафе, там развлекушки для детей повзрослее, побольше, Такой вот камушек тут, цветочки, цепи, кассы для, вот такие вот кареты летающие, Вон еще один фонтанчик, фонтанчик такой, с птичкой наверху, сказка с таким дракончиком, или они там внутри, выбор аттракционов очень богатый, все, вот так вот красивенько сделано, интересно, там лодочки, велосипеды водные, здесь туалет расположен, вот такие вот водные велосипеды, Здесь вот такая вот развлекуха, на лыжах таскают через старую Кубань, опять же есть туалеты везде, пошли мы сейчас в сторону налево, Здесь дальше какая-то тихая зона лесистая, вот там вот тут зона для купания оборудованная, но давно ее уже не открывали, постоянно что-то с водой не так, как бы и купаться запрещено, хотя тут оборудованы и душевые, и раздевалки, и лавочки, в общем все что нужно есть, только никак не дают разрешения на купание, там очень много зелень, тихо, вот там интересные такие птички плавают, вон еще какие-то коричневые, доски подплыли, В общем место такое для отдыха прекрасное, Славы с водой очистятся и будет все хорошо, Также по пути здесь есть вот такие спортивные площадочки, там даже есть чайки, голуби, там волейбольные площадки, тут очень просто можно посидеть, полюбоваться водой, тут и пляжный волейбол есть, и баскетбол, в общем все прекрасно обустроено для активного отдыха, здесь все под лежачим деревом другие уточки плавают, уже наши дикие селезни, серые, там кормят чай, в общем тут обычные серенькие наши уточки, вот такая аллея для велосипедов, аллея высажена в честь прокуратуры 300 лет, такое оно идет вокруг острова, раньше этот участок острова был закрыт, в общем очень зеленый парк, тут много птиц всяких, тут вороны устроили разборку, или просто общаются, есть вот такие луночки, типа березовой рощи, это наверное туда асфальтная дорога, здесь закольцована, дальше идет грунтовочка, как идя дальше, у нас тут начинают встречаться сосны, вот такие старые посадки, так идя дальше по старому асфальту, мы выходим вот к такому месту, где хранятся у нас яхты, проводятся соревнования по гребле и так далее, вид на гидрострой, идем дальше, акации, сосны, тополя и так далее, вот в месте, где асфальтная старая дорога заворачивается, есть вот такие вот выходы, посмотреть на Кубань, где проводятся соревнования, вот все размещено, соревнования, место такое хорошее, для пикника, я не знаю, здесь гоняют, если это пикарем, выехал шашлык пожарить или нет, но места есть, фактически вот оно в центре Краснодара, вот такая тропиночка, можно наблюдать за соревнованиями, туда уходят метки, это гидрострой, дальше здесь, какое-то дерево огороженное, наверное, очень старое, что тут написано, дуб Титан, какой-то древний дуб, там за ним сразу какое-то озеро, находится, то ли озеро, то ли протопа, непонятно, дальше за озером, действительно, глухая часть парка, тут как бы не вопрос, можно выехать пикником, и никто вам слова не скажет, сели, отдохнули, пожарили, потому что дальше уже идет, такая вот грунтовочка, есть много отворотов, для дикого отдыха, лес уже заросший, заросший, прям, вот такая вот, есть вот такие вот цветочки с ягодами, заростные ежевики, народ ездит все-таки на великах, в общем, идем дальше, по такому практически лесу, в общем, есть места, где практически в центре Краснодара можно прогуляться, так и не, и неплохо прогуляться по лесу, в общем, дальше, лес превратился, вот такой заросли грецкого ореха, волчи, акации, вот так вот, дорожка у нас продолжается, все так же встречаются велосипедисты, уже идем, наверное, с полчаса, встречаются столбы с обрезанными проводами, то есть место очень такое, дикое уже прошло, дорожка и дикая, идем, идем, он дошлет до таких развалившихся землянок, судя по всему, мы уже доходим до края острова, и сейчас будем его огибать, вот такой тын, это вот забор из хвороста и растущих деревьев, все это, наверное, дачи и так далее, вот мы уже вышли на конечность острова, там Кубань, там Мадыгея, там Гидрострой, идем дальше, дальше вот эта дорога перешла в тропку, идем по тропке, в пути встречаются вот такие вот халабутки, слепленные из целлофана, наверное, живут бомжи, в общем, вот такой вот дикий заброшенный лес, практически в центре Краснодара, и это интересно, по пути еще встречаются вот такие развалюшки, кирпичные, вот, вот, какие-то дома были, нужны ли дачи, вот так, тоже певи, кто-то напиловарил, и это вот практически в центре Краснодара, вот такой вот шалман, возможно, пристанище, беглые тут могут и прятаться, и наркоманы, и хер, кто кого найдет, вот, потому что сюда люди ходят мало, по такой тропиночке, еще минут через 15 пути, вот, он вышел вот, к такому полю, можно сказать, к поляне заросшие, там, игушки там, Кубань, там, скорее всего, сейчас будем заворачивать, и обходить вокруг, вот это вот у нас, семена акации, в детстве их ели, они вот сладенькие внутри, вот, в наше голодное детство, только я сейчас вспомню, реально сладенькие, еще можно их кушать, идем дальше, в общем, прям уже, солнышко печет, прям жарко уже, сегодня середина октября, в общем, уже реально жарко, тут от ветра спасает лес, поэтому, наверное, и прижаривает солнце, вот тут все это, грецкий орех сразу все, чертнули вверх, но тут, такая вот, заводь, вода, сейчас, наверное, пойдем уже назад, потому что, дальше, повалившиеся столбы, остров все, в принципе, продолжается, но уже, труднодоступен становится, в общем, вышли мы на самую, вот, оконечность острова, вон там уже, у нас, Адыгея, вот, через, Кубань, ну, что, пойдем огибать, остров дальше, в общем, обогнув остров, идем дальше, пока, вот, по такой, полу поле, тропинки, здесь, рядышком, заводь, такая, в общем, вот, сквозь заросли, акации, идем, в общем, шли, шли и вышли, вот, к такому забору, идем вдоль него, бетонный забор, что здесь, не знаю, может, кто знает, напишет в комментариях, что за этим забором, пути встречаем, такой вот, интересный, прям, искорешенное дерево, это у нас, белянка, еще два ряда, толстенных, причем, это все тополя, вот такие, вот такие, уже минут 15, тем вдоль вот, такого вот забора, прям съедает, любопытство, что там, могло, или может быть, прям интересно, для чего он поставлен, там, со стороны, вроде, такой желез, как и здесь, что отгораживали, непонятно, по пути встречаем, калину, кто хочет, может, перекусить, этой калиной, в принципе, очень много ягод, в общем, нашел, такое, лежачее дерево, под лес, что-то еще, вот и колючка, такая, которая режет, путанка, ну, и за забором, там лес, такой же, не знаю, что там происходит, и для чего этот забор, ну, там такой же лес, как и здесь, вот, вот такая вот, колючка, эта колючка, кстати, недавно натянута, раньше такой не было, значит, до сих пор, это чье-то, и охраняется, там, этот чёрн, по лесу, пусть поднимала, где-то рядом, что там, мальчика, здесь, где-то по-руссу, там, После того понтонного моста пошли мы немножко назад по прямой, здесь вот такая вот аллея высаженных пирамидальных тополей, там тоже видно велосипеды, сейчас посмотрим куда мы выйдем. Дали мы по этой тропке Кругаля и вышли на ту же тропу, по которой шли. Вот сейчас непонятные халабутки, кто-то живет, кто-то нет. Сейчас пойдем, вот этот участок мы обогнули, сейчас пойдем назад по этой тропе широкой. Здесь у лодочной станции вот такого столба мы свернем на лево и через протоку вот такую пойдем по мостику, там должен быть мостик дальше. Здесь люди тоже сидят, водой любуются, может кто-то рыбачит. Вот такая протока, люди рыбачат с удочками. Вот такие огромные поплавки, людей в принципе тут рыбаков очень много и с того и с этого берега. Это вот как бы раздел между диким островом и более-менее благоустроенным островом. То есть что до вот этой протоки, с той стороны это все более-менее благоустроено. Уже по ту сторону протоки это все дико, там никого нету, никакого благоустройства, просто дикий заросший лес. Вот дошли мы до моста, вот такой вот тут мостик между дикой частью острова и не дикой. Прям видно тут все ржаво и заросше. Там все красиво, но что-то мост закрыт. Нет, проход через мост заварен. Хотя в принципе мост в нормальном состоянии, можно идти по нему. С той стороны ходят. Здесь у этого дуба титана сворачиваем налево. Но если оттуда идти, то направо. Идем в центр парка и по центру уже пойдем назад. Так как мост там оказался закрытый и через мост не смогли пройти. Сейчас выйдем к мосту с этой стороны. Немножко пройдя вдоль этой протоки. Вот такие ворота. Там, судя по всему, такие отели базы отдыха. Соснячок. Сейчас зайдем посмотрим. На мост выйдем, который с той стороны закрыт. Вот так вот проходит на чью-то территорию. Таким вот одним мостиком. Вон там другой мостик подвесной, который с той стороны закрыт. Вот так. Чья-то административка. Либо чья-то очередь. Чья-то, чья-то. Поэтому там все закрыто. Сейчас выйдем на мостик. Чуть-чуть. Ну, тачки плавают по речке. Ну, прям доски, конечно, прогнивши. Изрядно прогнивши. Как бы. Действительно. Либо менять доски, либо закрыть мост и забыть про них. Вот тут прям такой сосновый лес. Аромат. Кто себе отгрохал с администрацией вот это вот все. Тоже можете написать комментарии. Кто знает. Потому что прям практически в центре города. Такой вот уголок природы. Красиво, но не для людей, а для себя. Разграничение между тем объектом X и парком Safari Park. Вот такая вот дорожка. Сейчас мы идем по центру парка. Вот такая широкая аллея. Правда асфальт старенький уже. Но очень тенисто. Вокруг бесстыдницы так называемые. Это платаны, которые крут прасывают летом. Сейчас пойдем. Может быть перекусим. Съедим пиццу. И пойдем в сафари парк. В общем дальше есть вот такие поньки. Есть вот такие скульптурки. Есть места для тенниса. Прокатил велосипедов. Доходим мы уже до центра парка. Такая тут скульптурка с бассейном. Ходдок. Вон там кафешка. Ривиара. Сейчас она в нее и ждет. Вот такая кафешка. Поели пиццу, выпить пиво. В принципе пицца вкусная. Недорогая. Вот такой у них есть. Выход. Прям к воде. Столики стоят. Вон там он бурлит вдалеке. Это стец. Слива идет теплой воды. Вот это вот мостик по которому мы заходили. Вот такая кафешка. Все пошли. Ну что перекусили. Полный сил отдохнувшие. Идем в сафари парк. Вот такой вот вход в сафари парк. На входе моржи клыкастые стоят. Сейчас пойдем погуляем по парку. Вот такая стена. Да, наверху слон. На входе моржи. Вот такой вот вход в наш сафари парк. Сверху вон пивни. Сверху вон пивни. Вот так. Вот такой вот вход. Подпишись. Ребята. Ребята. Питают. Ребята. Продолжение следует...